Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео мы с вами почитаем отзывы о Xbox Series S. Признаться, до этого момента я не читал отзывы в магазинах о том или ином продукте, а именно о консолях, и если я хотел узнать мнение кого-либо, то либо я читал комментарии по своими видосами, либо смотрел обзоры других людей, ну, либо просто заходил в комментарии ВКонтакте и читал то, что думают другие люди. В этот раз мне стало интересно почитать отзывы именно с сайта магаза, в котором можно купить продукт, поскольку я считаю, что на данном сайте, скорее всего, пишут люди, которые действительно купили и которые действительно попользовались. Просто если судить по социальным сетям, то иногда там люди пишут свое мнение, даже не попробовав ту или иную консоль. Короче, сегодня будет интересно. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну, а также пишите свое мнение на этот счет. И перед началом видео хотел бы обратить ваше внимание на начинающий канал Ego13, на котором проводится часто трансляция с довольно разнообразными жанрами игр. Основные платформы стримера это Xbox Series X и Nintendo Switch. На трансляциях присутствуют интерактивы, общение со зрителями, ну, а также бывают и будут розыгрыши. Поэтому, если интересно, поддержи подпиской начинающего стримера и передавай привет от меня. Если что, ссылку на него я оставлю в описании. И давайте начнем. Так, мы, в принципе, на сайте им видео и здесь давайте почитаем отзывы о Xbox Series S. Если что, 37 отзывов всего лишь. В целом, по баллам, консоль собрала довольно-таки неплохую оценку, 4,5 звезды. Но кто-то поставил и 4, и 3 звезды, и 2. И давайте почитаем отзывы, которые набрали меньше всего звезд, поскольку, мне кажется, они самые интересные. Начнем с ниже среднего, а именно с двух звезд и почитаем отзыв Геннадия. А плюсы, которые он нашел, это запуск новых игр без особых вложений, если сравнивать с ПК. Ну, хорошо, допустим, это минусы. Технические проблемы, высокая цена игр, платные подписки для бесплатных и так далее. Окей, читаем развернутый отзыв, который он нам оставил. И давайте по пунктам. Подключив консоль, сразу столкнулся с рядом проблем. Хм, ну давайте, с первой. Постоянно отваливается сеть Wi-Fi, через раз работает сеть через кабель. Окей. Проблема, если честно, очень странная, поскольку от ребят, которые пользуются консолью, я ни разу это не слышал. Но, скорее всего, у Геннадия проблема в роутере, поскольку у меня был Xbox 360 и Xbox One. И тогда, когда у нас были закрытые порты и очень старый роутер, у нас тупила сеть, мы не могли никого найти. То есть, короче, были проблемы с сетью. Но в данном пункте валить проблему именно на консоли, а не на роутер, я бы не стал и, скорее всего, проверил бы роутер. Давайте пойдем дальше. Второе. Постоянно отваливаются службы приложений, к примеру, Ubisoft или Electronic Arts. Хочешь загрузить сейф из облака, обломись или 20 раз перезагружай консоль. Что-то мне подсказывает, что вторая проблема очень тесно связана с первой проблемой, а именно с роутером. Геннадий, если ты вдруг смотришь этот видос, попробуй настроить роутер или сменить роутер, может даже провайдер, или просто открыть порты, потому что, скорее всего, у тебя проблема именно в роутере, а не с консолью. Или просто попробуй подключить, не знаю, консоль по мобильному интернету и проверить соединение там, потому что первые две проблемы у тебя связаны именно с сетью. Так, идем дальше. Третье. Обязательные платные подписки даже для тех игр, в которых нет онлайн. К примеру, Вальгала. Хочешь выполнить задание Red, предмет за уникальную валюту, будь добр, оплати подписку на онлайн. 1500 рублей в месяц. Чи-то? Ооо, давайте сразу вобьем Xbox Live Gold, что-то мне очень интересно, где он вообще нашел такую цену за месяц. Так, вот наши подписки, и что мы тут можем увидеть? Вернее, не увидеть. И если что, голд на месяц, к сожалению, в России у нас купить нельзя. Единственная подписка, которая доступна за практически цену 1500 рублей, это подписка на 3 месяца. 3. Как этот человек смотрит, я без понятия. Или игра War Thunder, которая сама по себе бесплатная, хочешь поиграть, бери опять же подписку. Знаете, по третьему пункту я могу сделать вывод, что у этого человека либо была плойка 4, в которой есть функция, что ты можешь играть в бесплатные игры без подписки, либо у этого человека никогда не было консоли, и для него, ну, на самом деле удивление, что за онлайн нужно платить. К сожалению, это консольный гейминг, добро пожаловать в семью. Четвертая претензия. Батарейки в джойстике разряжаются за 18-20 часов использования. Три дня, поиграй, меняй батарейки. Штурка в комплекте не было, но подходит от мобилки Type-C. Аккумулятор стоит 4000 рублей. Окей, давайте найдем аккумулятор, а то что-то мне очень не верит, что данный аккумулятор стоит 4000. Мы, в принципе, нашли аккумулятор для геймпада Xbox Series, и он здесь стоит 1590 рублей. О каких 4000 он писал? Без понятия. Да, он, конечно, может быть, имел в виду аккумулятор на батарейке, где в комплекте их много, но ты можешь взять за 1500, именно аккумулятор, который подходит для геймпада, и не парится. А насчет того, что батарейки так быстро разряжаются, ну, тут, мне кажется, претензии именно к батарейкам, а не к геймпаду, не так ли? А насчет шнурка, да, его нету в комплекте, но он подходит любой топ-си, его там можно купить, грубо говоря, за копейки в каком-нибудь там фикс-прайсе или там смешных ценах. Почему бы и нет? Пятое. Отваливается звук. Подключены наушники, звук скачет из одного один майка в другое, при подключении к другим устройствам наушники ведут себя адекватно. Наушники Razer, а значит, поддержка приложения Xbox официально есть. Вот как прокомментируете эту проблему, я на самом деле не знаю, поскольку я ни разу не слышал, чтобы что-то там лагало. На мой взгляд, он, мне кажется, просто не воткнул до конца мини-джек 3.5 в геймпад, и поэтому у него немножко там хрипит, рибит или как-нибудь там. Короче, проблема со звуком происходит, но какая-то странная проблема. Шестая проблема. Очень мало игр. Если нет денег на апгрейд компьютера до 80 тысяч рублей, то можно купить консоль. Только все же 300 миллионов раз, подумайте, оно вам надо? Там платно все, абсолютно за все надо платить. Кстати, по секрету хочу сказать, что любой труд должен оплачиваться, и бесплатный сыр, наверное, только в мышеловке. И не забывайте, очень много технических проблем как с самим устройством, так и их выиграть для новых консолях. Плюс очень мало игр. Рано еще покупать это, лучше подождать пару лет, чтобы больше игр вышло, и качество консоли стало выше. Итог. Не стоит 30 тысяч, красная цена 15 тысяч рублей. Очень много технических проблем, мало игр. Если делать какой-то вывод по этому отзыву, то, скорее всего, Геннадий вообще не разобрался в консоли, откуда он взял, что очень мало игр. Потому что игр-то дофига на самом деле. Да, конечно, он, может быть, имел про Next Gen игры. Но он этого не написал, и как бы насчет игр я скажу так, что на Xbox очень много игр, даже больше, чем на PlayStation, поскольку там есть обратная совместимость, с помощью которой вы сможете поиграть в игры от Xbox 360, от Xbox Original, от Xbox One, и еще и в новые игры от Xbox Series. Поэтому игр там достаточно. Да, блин, посмотрите просто на подписку Game Pass Ultimate, и там просто море игр. Насчет платности всего, скорее всего, да, этот человек имел только ПК, и поэтому ему немножко, как бы, это не нравится, типа, какого фига я должен платить онлайн. Но привыкай, это консольный мир. Насчет технических проблем с консолью Xbox Series, парень, походу, вообще не разобрался, и, ну, просто сказал свою фу, потому что половина проблем, они немножко не обоснованы. Первое, скорее всего, у него роутер, батарейки, купи аккумулятор, который стоит не 4000 рублей, но остальное такое себе. Кстати, увидел здесь комментарий, ему ответил Станислав, я даже не знал, что в отзывы можно отвечать и как-то здесь общаться, давайте прочтем. Первое, очевидно, что это проблема с роутером и его портами, у меня было такое поменял порт, с подключением работает идеально. Второе, эта проблема вытекает из некачественного роутера, или же опять из портов, скорее всего, ну, в принципе, о чем я и говорил. Третье, с подключением мир консолей, данная подписка существует и на плойке, и на Nintendo, ну, в принципе, факт. Четвертое, батарейка, вообще гениальное решение для геймпада, приобретая аккумулятор и зарядку, можно забыть о смене, что такое игра по проводу. Пятое, звук скачет из одного ножника в другой, нужно просто проверить качество подключения мини-джека в порт, что я, в принципе, тоже говорил, и убедиться, что он вообще подключен. Шестое, вообще звучит как сброс малой игры на консоль, которая собрала в себе игры четырех поколений, и да, за игры нужно платить, таким образом разработчикам не обанкротиться. На самом деле, я капец как рад, что вообще вот среди этих отзывов есть люди, которые просто поясняют людям, что, типа, чувак, ты как бы не разобрался это, во-первых, но, во-вторых, что, типа, эта консоль аж чего-то хотел. Как бы для людей, которые не знают, это может быть какое-то открытие, что нужно за все платить, но, короче, Станиславу огромный респект, этот чувак знает, что такое на консоли, поэтому, ну, короче, красава. Кстати, я посмотрел здесь еще три комментария на этот комментарий, кстати, этот комментарий оценили плохо, 16 дизов, 1 лайк, вот, ну, в принципе, обоснованно, и давайте прочтем, максимум пишет. Там все бесплатно, кроме игр, так в чем проблема купить? Купишь Xbox Live Gold, получаешь три игры в месяц, навсегда, кстати, там четыре идет, и почему это для вас плохо? В любом случае, тебе все равно нужно купить подписку, там, играешь в GTA, там онлайн, ты должен платить. Можно играть и игры по Game Pass, никто не запрещает, много гайдов, что можно за один год взять за 3K Ultimate. Кстати, этот буст работает до сих пор, поэтому, если кто-то не знал, можете посмотреть мой ролик на канале, такая рабочая тема, и она, в принципе, легальна. Сначала вводите Gold, а потом вы вводите Ultimate, и все супер. Данил ему тоже пишет, у меня проблем таких нет, похоже, не вам попался брак, нет, нифига не брак, скорее всего, Геннадий тупит, подписывали онлайн, ну, короче, все, норма, манки в комментарии, который сидит на старом ПК с талинтерскими играми, лол. Вот, скорее всего, это действительно правда. Короче, Геннадию желаем разобраться с консолью, и давайте пойдем дальше. А пишет Ярик, оценил на две звезды, плюсы, хорошая консоль для нетребовательных игр, минусы, слишком урезанная, чем старшая версия. Это как так? Ну и, в принципе, маленькое объяснение. Консоль по себе хорошая, но урезанная, лучше подкопить и купить Xbox Series X. Давайте прочитаем сразу ответ. Мне вот интересно, а люди, которые пишут про то, что консоль урезанная, вообще ей пользовались, или хотя бы характерически смотрят? На самом деле, очень странный комментарий, поскольку явное отличие Xbox Series S от Xbox Series X лишь в 4К разрешение. И, как бы, делить игры по требовательным играм или нетребователям на консоли, я никогда этого не слышал. Кстати, этот отзыв оценили по существу 45 дизов, 7 лайков, и, в принципе, заслужен, потому что, ну, он написал полную фигню. Для тех, кто не знает, повторяю, что Xbox Series S и Xbox Series X отличаются лишь разрешением. И, если что, на Xbox Series, по сути, доступны все те же технологии, что и на старшей консоли. Поэтому, если у вас моник-то Full HD, вы можете купить Series S. Если у вас телевизор или монитор 4К, то лучше купить Series X, и то, как бы, не обязательно. Давайте идем дальше и почитаем нормальные отзывы, типа, нормальный среднячок, 3 звезды, Павел пишет. Плюсы. Компактность, быстрота, удобство, дизайн. Ну, окей, хорошо. Минусы. Коробка была использована без футбольного мяча. Но он, скорее всего, имеет в виду то, что коробка помята. Я, кстати, очень часто такое встречаю, что ребята пишут, что мне пришла коробка в дерьмо виде, и, видимо, у них какая-то проблема с перевозками. Либо они не упаковывают в еще одну коробку, либо фиг знает что. Но проблема, на самом деле, распространенная, и даже, по-моему, Xbox Flash получил коробку от Xbox Series X довольно-таки мяту, и ее просто не взял. И давайте прочтем отзыв. Консоль отличная. К самой консоли никаких вопросов нет. У меня, как человек, который детка играет в игры, этой консоль вполне хватает. Тут, кстати, нормальный отзыв, но 3 звезды, скорее всего, лишь из-за первых впечатлений от коробки. Ну, в принципе, окей. Так, теперь читаем отзывы хорошо. А 4 звезды это у нас хорошо. Плюсы. Размер. SSD. Нормальный железо для ее размеров. Возможность запуска музыки во время игры. Конвертация подписок. Такой крутецкий плюс. Возможность запуска музыки во время игры. Типа, покупаешь консоль, блин, вот главное, чтобы там музыку надо было слушать во время игры. Ну, окей. Минусы. Неудобное меню в русском сторе все в долларах. Кругляш по центру, Джоя слепит ночью. Не, как бы он светится, да, но чтоб как-то слепил, это... Ну, даже не знаю. Ладно, у людей свои причуды. То, что неудобное меню, это дело привычки. Я часто такой коммент вижу от тех людей, которые пользуются PlayStation. Если что, такая же обратная тема. Мне, например, неудобно пользоваться меню PlayStation. Вот, серьезно, как бы это дело привычки. То, что в русском сторе все в долларах, да, это, наверное, некий минус для тех, кто хочет все-таки знать, сколько денег спишет прям точно, потому что курс меняется, иногда плюс-минус там несколько рублей. Ну, окей. И давайте отзыв. Консоль меньше, чем в обзорах, действительно очень милые штукоины, меньше, чем плойка Slim. Очень радует удобство использования Spotify в играх. Это очень не хватало на плойке четвертой. Многие жалуются на громкий отклик на кнопок геймпада. Мне же, наоборот, нравится. Те, кто привык к олдскульным мышам, типа M1, 3.0 оценят. И, как я понял, это не промок производителя, а именно задумка, так как шум от курков разный. Если RT намного четкий отклик, а LT тихий мягкий. Ничего себе. Ну-ка. Я не знаю, что у него с геймпадом, но, на мой взгляд, курки одинаковые, как бы один и тот же шум, и не знаю, как-то странно. Все восторгаются геймпасом, но, как по мне, он, читать полностью, слишком переоцененный. Большая половина инди, другая, не совсем новый проект. Для себя нашел только Forza и Doom Eternal. Если с первым можно поиграть бесконечно, и не переживайте о том, что ее уберут с подписки, то вот с Doom'ом не канает, могут убрать. На самом деле, пасом острогаются те люди, которые не имеют в своей библиотеке данной игры. Для тех людей, которые купили данные игры, да, геймпас, в принципе, бесполезен. Но я вот, например, по подписке играю в Гирю, Форзу, и прохожу те игры, которые добавляются в подписку, и которые я в свое время не прошел. Например, по ультимейт подписке, в которую входит Electronic Arts, я играю сейчас в джедаев. Почему бы нет? Клево. А насчет Doom'а, скорее всего, не уберут, поскольку в Майке купили беседку, и Doom, скорее всего, останется там навсегда. Положительный плюс — это цена с конвертацией подписок. На год геймпас ультимейт входит по цене годового голда. В общем, подписка будет положительной для людей, имеющих время и не сильно требовательных к играм. Многие говорят о дешевизне игрулик на Xbox, и отчасти это так, без интернета — кирпич. Возможно, можно обойти, я не пробовал. За свои деньги, хороший продукт, взял бокса, чтобы передать всю машню с PlayStation 5. При покупке понимаешь, что бокс — временное решение на год, пол. После использования, думаю, будет сложновато расстаться с этой малыха. Размер, производительность — просто пушка. Вот, кстати, очень много, кто хвалит размер, производительность, и, по-моему, хвалит еще и цену. Ну, блин, 27 тысяч за Inoxzen — это просто вау в нынешнее время. Так, Андрей пишет. Плюсы — это дизайн, минусы — очень маленький объем внутренней памяти для игр и приложений. Кстати, очень много, кто ставит 500 гигабайт, ну, как минус. Но тут да, тут нужно лишь обходить внешним жестким диском или SSD-шником. Отзыв. Консоль предзаказывал, получил день релиза, за что большое спасибо, кстати. Это да, это большое спасибо, потому что многие не получили в день релиза. А самой консоли? Она компактная, белый свет, так что, по мне, очень хорошо работает тихо и без нареканий. У новой консоли не было замечено проблем в прошлой консоли, что при включении консоли сеть геймпад терялось, и нужно было геймпад по-новому включать. Такая проблема есть даже на новых консолях, но это, знаете, кому-то попадается, кому-то нет. У новой консоли такой проблем нет, все нормально включается. Минусов от ее объема памяти реально мало, спасает внешний SSD-шник, красава. Разрешение в играх похоже на 1S, и после моего прошлого 1X очень бросается в глаза, даже на телевизоре 1080p. Сами игры загружаются, конечно же, быстро, FPS заметно в них выше, но разрешение у них огорчило. Надеюсь, будущие игры уже как-то будут делать по 1080p нормальные, но в целом консоли доволен советую. Вот, кстати, данный отзыв, он показывает, в принципе, некий минус перехода с Xbox One X на Xbox Series S, и проблема именно в разрешении. Дело в том, что Xbox One X обладает 4K разрешением, а Xbox Series S только для 1080p. И для тех, кто привык к 4K разрешению, переходить на Series S, ну, наверное, будет немножко дискомфортно. Но тут ничего не поделаешь, потому что Xbox Series S, она создана для разрешения 1080p, и как бы увидеть там 4K или более четкую картинку, там не получится, увы. Следующий отзыв, Александр пишет, 4 звезды, плюс производительность, цена, компактность и тишина. Красава, минусы геймпад и состояние консоли. Так, давайте почитаем отзыв. Взял несколько дней назад, и из коробки на пластике были желтоватые потертости, будто ее лапали грязными руками. Очень подпортило впечатление от покупки, будто бу, геймпад у бокс ужасный, кошмарный, даже стики крохотные. Это расположение кресты, я чуть не заплакал, почти нереально в перестрелке использовать. Ведь консоль работает идеально, если вам будут ныть, что она урезан, то это все фигня. Здесь он полностью прав. CSS рассчитан на Full HD, и шикарно справляется с графикой и производительностью. Вот с точки зрения производительности он прав, а вот насчет геймпада, скорее всего, он имел геймпад от плойки, потому что тут все-таки разное расположение стиков, и, ну, лично, на мой взгляд, стики здесь офигенные, они такие маленькие, клевые. Самое главное, что они углублены по сравнению с плойкой, потому что на плойке они, наоборот, выпуклые, из-за этого, ну, лично мне неудобнее играть. Ну, в принципе, как мнение, оно обоснованное. Красавчик. Так, пишет Юрий, поставил 4 балла. Плюсы, товар отличный, учитывая цену, если вам нужно на подарок ребенку, то вполне себе годный и простой вариант. Шустрая. Минусы. Как товар-то, отличный, но как приставка игровая, не очень. Это как так? Очень ограниченный объем памяти на 500 гигов не рассчитывайте, да, из что там доступно 365 гигов или там плюс-минус, короче, около 300 плюс. Отсутствие дисковода и наличие игр, которые выпускаются только на диске, приведет к тому, что у вас просто не будет возможности их купить. Че-то он здесь, мне кажется, перепутал. То, что там нету привода, это никакая не инсайдерская инфа, то есть, это было известно, что там нету привода, окей. А наличие игр, которые выпускаются только на дисках... Не знаю, если вы вдруг знаете, то напишите в комментариях, какая игра выпускалась только на дисках. По-моему, нет таких игр. Помимо того, в хваленой подписке 90% мусора. Годных игр штук 20, но может со временем ситуация улучшится. Вот, кстати, здесь опять проблема подписки в том, что те, кто играл в игры, которые доступны по подписке, то данная подписка, она ни к чему, кажется немножко шлаком, потому что, ну, типа там а-ля Индия. Но, опять же, для тех, кто не играл в данные игры, подписка очень годная, потому что там очень много AAA-проектов. Давайте отзыв. В общем, за эту цену вариант отличный. Если не располагаете большой суммы, то выбор за S-кой. Но все же лучше разок раскошелиться и купить полноценную консоль, а именно PS4 5. Мне вот интересно, чем она, типа, полноценная. Это если оценить объективно, а не быть слепым приверживцем торговой марки. Основные преимущества PlayStation для нас, как потребителей, это новое ощущение, а не тупо обрать железо. Ну, кстати, в этом я понял, что он имеет в виду. По типу, если сравнить Xbox One S и Xbox RSS, в принципе, там, ну, кроме железа, вы ничего нового не увидите, потому что дашборд, геймпад практически один и тот же. И если же сравнить с плойкой, то там и новый дашборд, и новый геймпад, тут окей. Геймпад PlayStation выше всяких похвал. Подписка на PlayStation дает сразу 20 годных игр, плюс 2-3 игры каждый месяц. Подписка дешевле, цена-цена-цена, покупать игры на старте и там и там дорого. Но у PlayStation есть вторичный рынок, то есть диск можно купить на Авито, и следом там его продавать практически за ту же сумму. Почему-то вторая часть этих комментариев мне больше похожа как раз-таки на, ну, некий фанатизм, по типу, почему он посчитал, что полноценная консоль именно плойка пятая. И там и там, где есть игры. А вот насчет подписки PlayStation Plus, там сразу 20 годных игр. Ну, не знаю, лично для меня там годных не 20, а намного меньше. Там как бы, да, там даются эксклюзивы. Но если же сравнить с подпиской Xbox Game Pass, это совершенно разные подписки. И в подписке Xbox Game Pass там намного больше игр. Но опять же, здесь просто дело выбора. Так, ну это, в принципе, все отзывы, которые я хотел бы, наверное, прочитать в этом видео. И что можно сказать? Исходя из этих отзывов, можно сделать вывод, что даже люди, которые купили консоль, они могут, ну, немножко неправильно понять смысл консоли. Где-то не увидеть, где-то ошибиться и так далее. И как бы опираться полностью на отзывы, которые пишутся даже под товарами, я бы, наверное, не советовал. Потому что у одного роутер тупит, у кого-то там полноценный PlayStation 5. Ну, короче, как-то так. На мой взгляд, когда вы выбираете консоль, просто ознакомливайтесь подробнее с информацией. Потому что много комментариев писал про 500 гигабайт. Да, я понимаю, что это, ну, может быть, для кого-то минус. Но это не какая-то инсайдерская инфа. То есть здесь написано 500 гигов. 500 гигов, да, доступно 360. Но это просто там она заложена под операционную систему. Также, наверное, посоветую ознакомливаться со списком игр по Xbox Game Pass. Потому что многие писали, что там 99% шлака. Но, опять же, это не инсайдерская инфа. То есть это открытый список игр, которые доступны. И каждый для себя решает, типа, там есть игры, в которые я хочу поиграть или нет. И в любом случае, там они обновляются каждый месяц. Что-то уходит, что-то добавляется. И все равно, на мой взгляд, подписка, ну, просто офигенная. В целом, о консоли Xbox Series S. И я хочу сказать, что это офигенная консоль под Full HD. Если вдруг вы хотите узнать подробнее, то посмотрите канал Vigil. Он, в принципе, подробно о ней рассказывает. И, в принципе, он имеет эту консоль. Я данную консоль не имею, но, исходя из того, что было между Xbox One X и Xbox One S, разница будет только лишь в разрешении. И у тех, у кого нету 4К телека, данную консоль можно просто взять и не париться. Короче, на этом, в принципе, все. Вот такой вот видос. Всегда думайте своей головой. Если видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свое мнение о консоли Xbox Series S или о Xbox Series X. Кстати, на Xbox Series X нет отзывов, поэтому мы читали Xbox Series S. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!